От имени Генеральной Ассамблеи имею честь приветствовать в Организации Объединённых Наций его превосходительство Хуан Мануэль Сантос Кальдерон, президента Республики Колумбия, и предлагаю ему обратиться к Ассамблее. Госпожа председатель, главы государств и правительств, уважаемые делегаты, дамы и господа, я хочу поблагодарить нашего посла Марии Эмма Михия за то, что она позволила мне выступить. Для нас источник большой гордости, что колумбийская женщина возглавляет работу данной сессии, в этот исторический момент. Генассамблея ООН празднует 70-летие и отмечает это под темой «Путь к миру, безопасности и правам человека». Это тот путь, по которому сейчас идёт Колумбия, и именно поэтому для меня большая честь обратиться здесь к Ассамблеи, чтобы поделиться с вами также некоторыми историческими новостями. Сегодня я объявляю на весь мир, что из более чем 20 вооружённых конфликтов, которые происходят на планете и которые приносят столько боли и страданий, есть один конфликт в нашей стране, в Колумбии. Этот колумбийский конфликт вот-вот будет урегулирован. Мы положим конец самому длинному вооружённому конфликту в западном и южном полушарии, потому что для достижения мира в Колумбии или в любом другом уголке мира это та ответственность, от которой никто не должен уклоняться. Как сказал Папа Римский Франциск несколько дней назад в американском конгрессе, когда страны, бывшие в состоянии вооружённого конфликта, возвращаются на путь диалога, для всех открываются новые горизонты. Это требует и будет требовать мужества, настойчивости, но никак не отсутствия ответственности. В Колумбии благодаря этому мужеству и благодаря этой настойчивости и с чувством ответственности, о которой говорил Святейший Папа Франциск, мы начинаем видеть плоды наших усилий. У нас почти 50 лет велась война, которая подрывала наш прогресс, и сейчас мы преисполнены решимости положить конец этому конфликту. Мир – непростая задача, но достижимая. Мир – это нечто большее, чем плод социально-политических или экономических процессов. Мир, прежде всего, это огромный процесс культурных преобразований, который начинается с духовного изменения одного человека и требует того, чтобы каждый человек сам открыл свое сердце и свою душу для примирения. почему я говорю сегодня о том, что я обращаюсь к ассамблее с чувством оптимизма, как никогда ранее. Да потому, что неделю назад на Кубе, в Гаване, после трех лет переговоров, в которых мы продвинулись вперед по многим пунктам согласованной повестки дня, мы пришли к договоренности по самому серьезному препятствию на пути к миру. Мы договорились по самому трудному элементу любого мирного процесса, а именно системе переходного правосудия, которая обеспечит наказание за самые серьезные преступления, которые были совершены в ходе конфликта. Благодаря этому соглашению, которое уважает нормы и принципы международного права и нашей собственной Конституции, мы поставили права жертв и вопросы истины, компенсации и невозвращения к конфликтам, мы поставили эти права в центр решения проблем урегулирования вооруженного конфликта. И мы приближаемся к нашей цели, а именно максимальной справедливости, которая позволит нам продвинуться в сторону мира. Также впервые в истории конфликтов на нашей планете вооруженные группировки и правительства в мирном соглашении предусматривают систему подотчетности во внутренних судах по международным преступлениям и другим серьезным преступлениям. Мы создаем прецедент, который может послужить моделью для урегулирования других конфликтов на планете. Этот прогресс столь важен и столь значим, потому что он позволяет нам сделать два дополнительных шага вперед. И это те хорошие новости, о которых я сегодня вам говорю. Мы договорились о сроках подписания заключительного соглашения, которое положит конец конфликту. Самый поздний это будет 23 марта будущего года, то есть меньше, чем через шесть месяцев. И вот в этот день мы навсегда распрощаемся со старым давним вооруженным конфликтом в Колумбии, и не только в Колумбии, но и во всем южном полушарии. мы также договорились о том, что ФАРК сложит свое оружие не позднее, чем шестьдесят дней спустя после подписания заключительного документа. Итак, в будущем году, когда мы вернемся сюда на ассамблею, я вернусь сюда как президент Колумбии, который будет жить в постановке мира, и примирившейся Колумбии. Наши переговоры с повстанцами ФАРК открывают нам надежду положить конец войне, насилию и террору. Это также дает невозможность от имени 48 миллионов колумбийцев поблагодарить международное сообщество за вашу поддержку, поддержку наших мирных усилий, за вашу решимость поддержать нас и в постконфликтный период. Мирная Колумбия будет положительным фактором и для всего мира в различных областях, таких как борьба с изменениями климата, с незаконным оборотом наркотиков, решение вопросов безопасности и борьбы с нищетой. Наша страна гордится тем, что мы самая богатая в плане биоразнообразия страна. Мы одновременно одна из наиболее уязвимых стран перед лицом климатических изменений. По этой причине мы придаем такое большое значение экологическим аспектом цели устойчивого развития. Завершая мои полномочия в 2018 году, я надеюсь, что после меня в Колумбии останутся защищенные районы площадью 20 миллионов гектар. Это пятая часть всей нашей национальной территории. И мы решительно поддерживаем климатический саммит в Париже, КОП-21, который состоится в конце нынешнего года. И там мы подтвердим наше обязательство внести вклад в сокращение выброса тепличных газов. Мы также сталкиваемся с проблемой незаконных культур, которые выращиваются. И мы в Картагене на саммите в 2012 году я призывал к объективной оценке результатов так называемой нарковойны. Эта война уносит много человеческих жизней, отрывает огромные ресурсы. И было проведено исследование, которое было представлено организацией американских государств. И сейчас мы готовимся к специальной сессии ООН по этой проблематике, которая состоится через 7 месяцев. и там мы будем призывать новые глобальные стратегии на основе научных данных, которые будут делать больше упор на вопросах здравоохранения, образования и социальных причинах этого явления, и которые сведут к минимуму тот ущерб, который наносят наркотики. и будем выступать за разработку более разумных человеческих стратегий, более эффективных стратегий. И это не все, что мы делаем в Колумбии. На прошлой неделе мы разработали план замены сельхозкультур. Мы не только будем бороться с мафией, мы будем давать социально-экономические возможности фермерам для того, чтобы они получали помощь государству и могли лучше решать вопросы в области здравоохранения и потребления. Повстанцы были негативным фактором в нашей борьбе с наркоторговлей, но как только они сложат оружие, они станут нашим союзником в борьбе с наркоторговлей. И это будет очень символично, что те, кто защищал эти незаконные культуры, которые выращивали, сейчас помогут в их уничтожении. От этого выиграет и Колумбия, и выиграет весь мир, потому что мы перестанем выращивать коку, и одновременно мы сможем сохранить миллионы гектаров тропических лесов. Папа Франциск совершенно справедливо четыре дня здесь заявил, я цитирую, война отрицает и сводит на нет все права, и это самый серьезный акт агрессии против окружающей среды. Конец цитаты. Мирная Колумбия будет и более мирной Колумбией, и более безопасной страной, потому что сейчас огромные ресурсы, которые идут на этот внутренний конфликт, пойдут на повышение безопасности и борьбу с преступностью в наших городах, в деревнях нашей страны. И, конечно, перед Колумбией откроются новые возможности, где мы будем бороться с нищетой, создавать новые рабочие места, как мы это делали до сих пор, и в плане социального прогресса мы занимаем ведущие позиции среди стран Латинской Америки. Итак, мир даст нам возможность осуществить цели устойчивого развития, которые сейчас закреплены в законах нашей страны и которые были одобрены в повестке 2030. Сейчас я призываю всех колумбийцев и всех граждан планеты дать шанс миру. Самое ценное, что мы можем оставить грядущим поколениям, это мир. Ничто не может быть более важным или срочным. Мир это самое дорогое, что есть у любого общества, это священное нечто, и это сам смысл существования и он. Сегодня в обстановке радости и глубоких эмоций я здесь объявляю о том, что в Колумбии меньше чем через 6 месяцев вновь зазвонят колокола, провозглашая наступление мира. Я искренне надеюсь, что мы тем самым синхронизируем часы нашей страны с часами стран всего мира как время мира для всего человечества. Спасибо. Председатель, я благодарю вас за выступление. Я хочу поблагодарить от имени Генеральной Ассамблеи президента Колумбии за только что сделанное заявление. Я прошу представителей оставаться на местах, пока мы будем провожать его превосходительство. Продолжение следует...